МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь 4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. На контроле у губернатора Геннадий Соловей провел прямую линию приема граждан в лельщицах. Самые важные темы на общественном обсуждении. Диалоговые площадки продолжают работу. Рецепт для отрасли. Как развивается медицина в регионах. Тема воскресного интервью. Все подробности этих и других событий жизни региона в ближайшие 26 минут. Вопросы трудоустройства, работа сельского хозяйства, погашение задолженностей сельхозпредприятий и ремонт дорог. На этой неделе председатель область полкома Геннадий Соловей провел в лельщицах прямую телефонную линию и личный прием граждан. На встрече с губернатором присутствовали и наши корреспонденты. В начале немного статистики. За 9 месяцев этого года в лельщицком райисполкоме зарегистрировано около 170 обращений. Письменных, электронных, а также поступивших в ходе личных приемов и субботних телефонных прямых линий. Это меньше, чем было за такой же период в прошлом году. Основные темы – работа коммунальной сферы и состояние дорожного хозяйства. О дорогах, кстати, говорили и в этот раз. Причем не столько об их состоянии, оно известно и без дополнительных напоминаний, сколько о планах по ремонту. Работа по приведению их порядок ведется системно, как непосредственно в населенном пункте в городском поселке Лельщицей, так и в населенных пунктах районах. И в зависимости от того, в каком они состоянии, где первоочередные, где второстепенные, здесь надо выстроить приоритет. Возможности, будем говорить, не всегда мы можем удовлетворить запросы граждан в полном объеме. И поэтому, в первую очередь, делаются те дороги и те уличная дорожная сеть, где, конечно, на наиболее худшем состоянии. Среди рассмотренных вопросов – открытие новых производств и создание рабочих мест. Что касается непосредственно Лельщицкого района, то одна из главных проблем здесь – отсутствие железной дороги. Построить завод не проблема, но перевозки продукции автомобильным транспортом наверняка будут нерентабельными. У Мозер открывали пилетный завод, сейчас открыли пилетный завод. И понятно, что нам нужна логистика транспортная. Мы могли бы его и здесь построить. Так 20 человек сегодня для создания новых рабочих мест было никаких обременящих. Но нужна логистика. Потому что мы должны учитывать, что мы сегодня продаем пилеты на Европу, но мы должны прекрасно понимать, что и транспорт сегодня – это ценовый фактор себе стоимости. Немного позже председатель облсполкома еще раз обратится к вопросу трудоустройства. Сегодня во многих сельскохозяйственных предприятиях области ощущается значительная нехватка работников. Другое дело, что в ряде хозяйств необходимо навести порядок. И начинать нужно с подбора действительно профессиональных руководителей. Мы идем к тому, чтобы создать рабочие места на фермах, чтобы доярка пошла смену отработала на заводе и пошла до дома. У нас же есть примеры. Шруб, сноу. У шрубы доярка пошла в 5 часов ранницы, вот сейчас до дома пошла. Засыпая, у 5 часов вечера вторая смена. И она приходит через день на работу. Три смены у них чередуются. То же самое и колхозов, к примеру, много. Она их на заводе доробила. И зарплату получила, ей покормили еще. Поэтому все у нас возможно. Все зависит от кого, от руководителя. Сегодня у нас, к примеру, возьмите, зыра Мозырская. Зарплата полторы тысячи. Полторы тысячи. Что, не зарплата? С дальнейшими планами по возрождению села связан и еще один вопрос. Об этом тоже разговор во время приема граждан в Лельчицах. Даже при хороших зарплатах, но без наличия жилья, привлечь специалистов в сельскую местность проблематично. Условия жизни в деревне всегда будут отличаться от городских своей спецификой. Однако они должны быть действительно комфортными. Что касается жилья, конечно, мы должны смотреть. И в первую очередь обращать внимание, как было сказано на седании подсполкома, что мы не должны сегодня стягивать население, все наши, как говорим, большие города или малые, а не забывать то, что сегодня мы должны строить жилье и на периферии, в частности, наших населенных пунктов, городках и дальше эту работу продолжать. Чтобы не стягивать кадры с деревень в города и потом думать, как обеспечить и трудостроить их в этих городах. А у нас есть незанятые места в сельском хозяйстве. На личном приеме у председателя облсполкома не только жители Гомельской области. Священник Александр Ковалько приехал из Клецка. Сейчас он строит церковь в Ганцевичском районе. Значительную помощь оказывают местные фермеры. Однако в последнее время они столкнулись с финансовыми проблемами, которые во многом связаны с нерасчетами сельскохозяйственных предприятий Гомельской области за полученную продукцию. Геннадий Соловей обещает рассмотреть вопрос. Я сюда ехал, но я понимал, что в любом случае решение какое-то будет. И то, что даже получилось с человеком попасть на прием, и он меня выслушал, я очень доволен этому. И люди, я еще расскажу, что на Клецчине очень хорошо знают и ценят этого человека. В Гомеле на этой неделе продолжили работу диалоговые площадки. В центре внимания были пути повышения роли местного самоуправления, экологические проблемы региона и работа отрасли культуры. Подробности далее в обзоре от службы информации. В Гомеле продолжают работать диалоговые площадки. 29 октября здесь обсуждались пути повышения роли местного самоуправления и самоуправления. Высказать свое мнение по вопросу реформирования местных властей пригласили депутатов всех уровней, представителей структур государственного управления, общественных объединений, политических партий и органов территориального самоуправления. В частности, среди озвученных предложение упразднить сельские и поселковые советы. Дело в том, что сегодня председатели советов совмещают эту должность с полномочиями главы местного исполнительного комитета. В первом случае они принимают решения, во втором их выполняют. Если функции советов будут переданы территориальным органам самоуправления, местные проблемы можно будет решать более эффективно. Совершенствование работы в области экологии – главная тема диалоговой площадки с участием представителей охраны окружающей среды, жилищно-коммунального хозяйства и молодежи. Цель встречи – обсудить вопросы сотрудничества власти и хозяйствующих субъектов в сфере экологии, рассмотреть ряд актуальных вопросов. Среди них вырубка лесов, борьба с жуком-караедом, загрязнение воздуха и ландшафтный дизайн. Что касается последнего пункта, то в областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды заверяют – к 2025 году все вопросы по благоустройству региона будут сняты. И еще одна из тем, которую обсуждали на этой неделе – совершенствование работы отрасли культуры. Разговор стал продолжением дискуссии, которая ранее прошла в Мозере. Сотрудники отрасли обсудили ряд актуальных вопросов и поделились собственными предложениями по развитию сферы. В частности, они касаются перспектив работы общественных объединений в сфере культуры. Представители организации высказали идеи, которые, по их мнению, необходимо реализовать, к примеру, сохранять и поддерживать фольклорные традиции. Напомним, основная задача обсуждений на диалоговых площадках – разработать и подготовить предложения для обсуждения на Всебелорусском народном собрании, а также изменения в действующее законодательство. В системе здравоохранения Гомельской области делают все возможное для минимизации распространения коронавирусной инфекции. Отрасль полностью подготовлена. Проверено необходимое оборудование, создан достаточный запас средств защиты для медицинского персонала. Коечный фонд в больницах составляет почти 14,5 тысяч мест. В области почти полтысячи аппаратов ИВЛ и более 1700 кислородных точек. 60% врачей и 86% среднего медперсонала имеют опыт работы с больными коронавирусом. Медики призывают людей не терять бдительность, беречь себя и реже посещать массовые мероприятия. Обязательно сохранять социальную дистанцию, использовать маски и дезинфицирующие средства. Эти меры позволят избежать резкого увеличения нагрузки на медицинские учреждения. Холодный туман для дезинфекции автобусов. Гомель Обл Автотранс закупил портативные орошатели, чтобы облегчить работу персонала и улучшить качество обработки салонов. Раньше в резервуар нужно было сначала надувать воздух, потом опрыскивать, все вручную. На то, чтобы справиться с одним салоном автобуса, уходило около 20 минут. Новое устройство существенно экономит время. Новая продукция, возможность увеличения производства и расширения географии экспорта. После реконструкции открылся цех номер 2 завода торфяного машиностроения «Большевик». Благодаря модернизации предприятие начинает выпуск узколинейных полувагонов новой модификации. Инвестиционный проект стоимостью 1,5 млн. рублей финансировала Минэнерго. Срок окупаемости 4,5 года. Ежегодно в Беларуси добывается около 2 млн. тонн торфа. Из него производится около 1,2 млн. тонн торфяной продукции. 20% идёт на экспорт. Остальное остаётся в стране и может заменить около 450 млн. кубометров импортируемого природного газа. Открытие цеха – первый этап модернизации. На очереди другие подразделения. Планируется обновить станки не только для улучшения качества традиционно производимых товаров, но и для выпуска новых. Открытое акционерное общество «Ратон» отметило юбилей. Предприятие, созданное в 1970 году, стало первым белорусским заводом радиомашиностроения. Тут активно занимались перспективным для того времени направлением – производством автоматизированных рабочих мест на базе мини-ЭВМ. Завод выпускал сложную наукоёмкую продукцию и работал исключительно для оборонного комплекса Советского Союза. В 1998 году на базе научно-производственного объединения создана свободная экономическая зона «Гомель-Ратон». В 2009 году НПО было преобразовано в открытое акционерное общество. Сегодня «Ратон» – многопрофильное предприятие, возможности которого позволяют обеспечивать высокое качество продукции при минимальных сроках изготовления. Основной ассортимент – электрооборудование. Не хуже, чем в областном центре. Ещё недавно это было только мечтой, а сегодня всё чаще – реальность. Развитию медицины у нас всегда уделялось большое внимание. Это в том числе про тот самый стратегический социальный ориентир Беларуси. Но по понятным причинам не всё сразу. Инвестиции в эту отрасль – огромные вложения. Как в 2020-м изменилась Добружская центральная районная больница? Как в регионах решают кадровый вопрос? И всё ли готово ко второй волне ковид? Об этом и не только сегодня в нашей традиционной воскресной рубрике «Интервью». Добрый день, Надежда Алексеевна. В самом начале интервью немного истории. С какой проблемой более 10 лет не могли своими силами справиться сотрудники коллектив районной больницы в Добруша? В течение 10 лет мы не могли отремонтировать наше гинекологическое отделение. И у нас было ещё одно центральное стерилизационное отделение, но оно находилось в таком приспособленном здании. Возможно, похожие проблемы касаются немалого количества районных больниц. Но вы, конечно же, хотели лучшего и старались озвучивать эту проблему на всех возможных уровнях. Так, я хотел бы вспомнить, в январе 2020 года губернатор посещает Добрушский район. Вы озвучиваете проблему. Да. Действительно, в январе приезжал председатель областного исполнительного комитета Геннадий Михайлович Соловей на встречу с нашим коллективом. И на этой встрече был озвучен вопрос такого долгостроя и то, что необходимо для Добрушского района, для женщин Добрушского района. И вы знаете, как-то он прочувствовал, наверное, вот эту проблему, которая у нас есть, и сразу сказал, что он поможет. То есть, как бы, не сразу все, что мы хотели, но, по крайней мере, какую-то часть из этого, действительно, он сказал, что нам поможет. Хотя, буквально, наверное, через две недели началась уже проблема с ковидом. И, конечно же, мы считали, что, ну, нужно тратить деньги. Просто невозможно сейчас, да, взяться за это. Да, это просто невозможно, да. И деньги будут идти, надо приобретать средства индивидуальной защиты и вообще очень много других проблем. Ну, буквально через две недели нам уже поступили деньги. И вот одномоментно нам пришлось и делать и ремонт, и закупать оборудование для этих двух отделений. И буквально за четыре месяца мы все это сделали. Гиперсжатые сроки. Да, и мы, вы знаете, что в августе месяце было очень приятно, когда губернатор откликнулся и приехал на это такое замечательное мероприятие, которое состоялось, и было открытие гинекологического отделения и централизованного стерилизационного. То есть мы смогли сделать на эти деньги два отделения, оснащенные самым современным оборудованием, которое позволило улучшить условия пребывания для наших женщин, ну и, конечно же, условия для работы нашим медицинским работникам. Можно сказать, что условия ничем не хуже, чем, к примеру, в областном центре? Вы знаете, что я хочу сказать, что я вас приглашаю, чтобы вы увидели, как, мне кажется, даже на порядок выше. Потому что все сделано очень современно. Настолько все мы предусмотрели, чтобы было комфортно работать, чтобы это было максимум комфорта для всех, и для женщин, и для наших работников. Хочу отметить, что у нас койки были гинекологические, они были в составе нашего хирургического отделения. И женщины получали определенную помощь. Но с открытием этого отделения, понимаете, мы перешли на новый уровень оказания кушерской гинекологической помощи. И поэтому, конечно же, женщины наши благодарны. Нам пришлось сразу увеличить даже количество койок, не столько, сколько мы планировали. Потому что все, я не знаю, сказали, что хотят там лечиться. Есть все самое необходимое оборудование, и аппарат ультразвуковой диагностики, и фитальный монитор, и наркозно-дыхательный аппарат. Ну, практически все, что... Хотят лечиться и, надеюсь, хотят работать. Вот пресловутый кадровый вопрос касается отрасли, особенно актуально в небольших районах. Вот как работаете с закрепляемостью медицинских работников? В этом направлении мы всегда работаем очень активно, и за последнее время укомплектованность наша практически около 100% врачами, 100% средним медицинскими работниками. Конечно же, все меняется ежегодно, но для того, чтобы закрепить наших работников... Ну, здесь имеет значение, во-первых, то, что мы находимся рядом с Гомелем. Это имеет значение. То, что у нас есть Гомельский университет. Очень много наших детей, которые проживают в районе, хотят быть медицинскими работниками. И хочу отметить, что более 50% они возвращаются домой. Не всегда они хотят у нас работать, но все-таки основная часть остается. Хотя, наверное, ну, все хотят какие-то областные центры, республика. Правильно, надо стремиться куда-то дальше и больше. Но, по крайней мере... Но то, что условия сегодня созданы, это гарантируется. Да. Кроме условий, которые созданы у нас на рабочих местах для молодых специалистов, своего жилья у нас нет, но районный исполнительный комитет нам постоянно в этом помогает. То есть выделяется и арендное жилье, выделяются квартиры в общежитиях. Если это на селе, это благоустроенные дома. То есть вопросы решаются, и молодые специалисты, ну, в принципе, с удовольствием у нас работают. И в завершении, конечно, тоже об актуальном. Сезонный эпидподъем и вторая волна коронавируса. Скажите, вот готовы ли к этим вызовам и медработники, и жители района? Конечно же, медицинские работники готовы, потому что, ну, наверное, мы уже будем так и жить с этим. Вот у нас есть месячный запас средств индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, антисептики. То есть все медицинские работники обучены, и причем постоянно это обучение проходит повторно, и все более, ну, стараются узнать что-то новое. Все относятся с пониманием. То есть хочу вам сказать, что у нас не было таких людей, которые бы испугались и ушли из здравоохранения. Мы даже просили, например, пенсионеров, чтобы они, например, пошли в отпуск, когда только началось, когда было вот это непонятно и немножко страшно. А так все хотели работать, ну, а учитывая стимулирование труда, то хотят работать все с такими пациентами. Самосознательность населения растет? Конечно же. И растет она не только потому, что они боятся, потому что мы с ними работаем очень активно. Это и средства массовой информации, и это и встречи. Ну, хотя, конечно, во время ковида этого не было, но, естественно, все-таки дозировано, учитывая, что у нас такая укомплектованность по району. И на здравпунктах наши люди работают. То есть, вы знаете, наверное, сейчас более эффективно это индивидуальная работа. То есть один на один разговаривать с людьми, рассказывать, насколько это актуально, что они должны делать, чтобы себя защитить. Ну, наверное, в комплексе все это имеет значение, и поэтому я считаю, что и мы, и население к этому готовы. Надежда Алексеевна, спасибо за это интервью. Успехов в делах и до встречи в эфире. Спасибо вам большое. Всего хорошего. Мы продолжаем цикл сюжетов, посвященных лауреатам премии Гомельского обл. исполкома «Человек года». Сегодня речь пойдет о победителе в номинации «Лидер» главном редакторе Жлобинской районной газеты «Новый день» Галине Мельниковой. О простой хуторянке в прошлом, а сегодня в видном общественном деятеле, депутате, благотворителе «Человеке года» Гомельской области расскажет Светлана Князева. Галина Мельникова родилась на Жлобинщине в маленьком поселке Эрт в семье рабочих. Свой лидерский характер начала проявлять еще в школьные годы. Была комсомольским вожаком и первой помощницей классного руководителя. После окончания школы поступила в Могилевский библиотечный техникум, который закончила с отличием. Потом был Минский университет культуры и 15 лет работы в библиотечной системе родного района. Когда я работала в библиотеке, я всегда занималась, я уже тогда занималась районными мероприятиями. Заметили, работавший тогда Владимир Константинович Ерофеев, он предложил мне перейти в горе с полком. Так я оказалась в госуправлении. Предложили мне отдел, он тогда назывался по информированию населения связи с общественностью. Позже, после объединения гор и райисполкомов, Галина Мельникова возглавила идеологическую службу Жлобинского райисполкома. В 43 года поступила в Академию управления при президенте. В должности идеологического лидера района Галина Владимировна проработала 10 лет, сплотив вокруг себя хорошую команду. Далее нашу героиню ждало место главного редактора районной газеты. В момент прихода Галины Мельниковой редакция не имела своего помещения. Сегодня же жлобинские газетчики работают в комфортных условиях. Их и главное – в своем здании. Из 16 полоски здание превратилось в 32-полосную газету. Тираж вырос из почти 6000 до 8,5. Новый день стал выходить в полноцветной печати. Значительно омолодился коллектив. У меня, кстати, по жизни я ставлю себе цели. Как правило, это краткосрочные цели и к ним иду. Но я не возьмусь за дело, пока я не вижу на выходе картинку красивую. Если я увидела, чего я хочу, все, я охотно берусь за это дело. Но вот так постепенно, постепенно мы меняли газету. Неоднократно коллектив «Нового дня» становился победителем областных и республиканских конкурсов СМИ. Сегодня редакция газеты готовится зарегистрировать сетевое издание. Галина Мельникова довольна, что ее коллектив не останавливается только на профессиональной деятельности. Все вместе они занимаются благотворительностью. За те годы, что «Новый день помогает людям», сумма спонсорской помощи составила более 350 тысяч рублей. Вот уже шесть лет подряд коллектив газеты участвует в поощрении золотых медалистов. Наша героиня вносит большой вклад в ремонт и улучшение материально-технической базы родной Щедринской школы. А в 2017 году по инициативе Галины Владимировны был начат социальный проект «Народная стройка». В его основу был положен капитальный ремонт детской поликлиники. На базе третьего этажа открыт центр раннего вмешательства, который оказывается специализированной медицинской помощи детям с особенностями психофизического развития. Отремонтированы холлы, врачебные кабинеты. И сегодня мы вам показали, что уже завершен ремонт правого крыла второго этажа детской поликлиники. Галина Мельникова – руководитель, который всегда рядом с людьми. Наша героиня – постоянный гость в трудовых коллективах района по долгу обязанностей, возложенных на нее как на главного редактора газеты, председателя районной организации Белорусского союза «Женщин», которую, к слову, Галина Владимировна возглавляет более 20 лет, депутата областного совета, а в прошлом еще и члена Совета Республики, депутата райсовета. Эта женщина полна жизненных сил и энергии, лидер, за которым хочется идти. Светлана Князева, Сергей Лукашук. Новости недели. На следующей неделе в Минске стартует 27-й международный кинофестиваль «Листопад». В нем примут участие около 120 картин из 50 стран. В этом году мероприятие меняет формат. Международная жюри и пресса увидят картины кинофестиваля на специальной онлайн-платформе, чтобы оценить их и выбрать победителей. Кроме того, традиционные показы для зрителей пройдут в минских кинотеатрах. Увидеть новинки кино могут и гомельчане. Сразу пять премьер на этой неделе представили в кинотеатрах региона. Какие фильмы идут на большом экране и что происходит в культурной жизни города, расскажет Анна Корольчук. В библиотеке имени Герцена открылась фото-выставка «Малеванки». Она познакомит вас с творчеством Алены Киш. Ее имя является символом белорусской культуры 20 века. Хотя о судьбе этой женщины известно немного. Она родилась в деревне Романово Слуцкого повета около 1889 года. Художественного образования не имела, но зарабатывала на жизнь творчеством. Рисовала на стенах домов ковры с фантастическими сюжетами. Ее работы относятся к жанру наивной живописи и хранятся в Заславском музее. На экспозиции представлены их фоторепродукции. Я еще раз не бывал в Париже. В областной библиотеке имени Ленина прошел концерт поэта и аранжировщика Сергея Старикова. Программа включала песни на русском и французском языках. Среди них были как авторские произведения Сергея, так и хиты Александра Вертинского, Владимира Высоцкого и Сальваторе Адама. Уютный французский вечер своим творчеством также украсили гомельские поэты и музыканты. Дмитрий Нилов, Марина Башурова, Вячеслав Кизин и Наталья Шемет. В филиале Ветковского музея открылась выставка, посвященная 105-летию мастера Марии Ковтуновой. Простая сельчанка. Она родилась и жила в Неглюбке. Работала в совхозе и воспитала 9 детей. Ткать и вышивать училась с детства. Ее работы были представлены на многих всесоюзных выставках, а сейчас хранятся в белорусских и зарубежных музеях. Ее тканы и вышитые ковры, картины, наволочки и рушники поражают своим великолепием и красочностью узоров. Эта удивительная женщина была не только талантливой ткачихой и вышивальщицей, но и настоящей хранительницей национальных традиций. Вернисаж и электромузыка пятничным вечером в Центре инклюзивной культуры представили необычный художественный проект. В атмосфере ночной вечеринки гостям предложили познакомиться с инсталляцией скульптора Кирилла Крохолева, а также выставкой живописи руководителей трех студий изобразительного искусства – Александром Покатило, Андреем Филимонцевым и Василием Сидоренко. Культурный вечер продолжился аукционом художественных работ, средство от которого направят на развитие социальных художественных студий, работающих с инвалидами по слуху. А напоследок обещанный обзор киноновинок недели. Семейная фэнтези «Ведьмы» – это американская экранизация одноименного романа Руальда Даля. Фильм рассказывает историю мальчика и его бабушки, которые пытаются помешать коварным существам уничтожить детей всего мира. Далее идут сразу две французские ленты. Драмеди «Крестная мама» – это фильмопереводчица, которая меняет работу в полиции на наркобизнес. Семейное кино «Папина дочка» – история об отце, который придумал для своей дочери волшебный мир, в котором он главный герой. Когда дочь взрослеет, мужчина ищет способ остаться им для дочери и в реальной жизни. Любители острых ощущений ждет российский фильм ужасов «Вдова». Он основан на реальных событиях о зловещей сущности, которые охотятся на людей. Самых юных зрителей порадует немецкий мультфильм «Повелитель драконов» в 3D по мотивам мирового бестселлера. Культурное обозрение для вас готовили Анна Крайчук, Игорь Морещенко и Евгений Макеенко. И на этом у меня все. Мы встретимся в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. Спасибо за внимание и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова